Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анна Ивановская, и я тренер по технике речи и ораторскому искусству. Сегодня я расскажу вам о том, что такое четкая дикция, а также о том, как эту дикцию натренировать. Ну что, готовы? Тогда поехали! Что такое дикция? Дикция – это отчетливое произношение звуков, слогов и слов. Многие люди даже не догадываются о том, что у них нечеткая дикция. Но в этом не их вина, потому что четкой дикции, к сожалению, не учат в школе, а надо бы, потому что это один из самых полезных и эффективных инструментов для того, чтобы выглядеть убедительно и говорить уверенно. Давайте разберемся, как так происходит, что человек говорит нечетко и не понимает этого. Дело в том, что, конечно, наше окружение также влияет на нас. Если вы выросли в семье профессионального актера или телеведущего, или профессионального ведущего мероприятий, то, конечно, четкую речь вы слышите с самого детства. Но если ваша семья, ваши родственники не связаны с творческой профессией, а скорее они врачи, математики или экономисты, то, к сожалению, четкая дикция не является обязательным условием для постижения этой профессии. И вместе с тем, сегодня 21 век – то время, когда нужно быть убедительным, даже если вы экономист. Нужно уметь отстоять свою точку зрения, объяснить аудитории, что вы имеете в виду, а также аргументировать свой ответ. Поэтому очень важно уметь это делать четко. Вспомните, возможно, недавно вы купили один из обучающих онлайн-курсов, и, начав его смотреть, почувствовали, что вы не понимаете половины слов. Хотя действительно тема очень интересная и полезная, но вам хочется сказать спикеру – пожалуйста, говорите более четко. Надеюсь, я убедила вас в том, что четкая дикция – это залог успеха. Если нет, то вот вам еще один критерий. Как только человек начинает говорить четко, окружающие его больше уважают. Это связано с тем, что человек, который умеет говорить четко и умеет пользоваться своим артикуляционным аппаратом, выглядит очень статусным, очень уверенным в себе человеком и автоматически выглядит профессионалом в своей области. Поэтому четкая дикция – это залог успеха. Сегодня и в будущем. Что нужно делать, чтобы дикция стала четкой? Первое, что нужно делать – это научиться выполнять артикуляционную гимнастику. Упражнения, которые развивают вам подвижность верхней губы, подвижность языка, подвижность челюсти и подвижность вашего лица. Эти упражнения позволят вам говорить убедительно и уверенно даже самые сложные слова. Например, вулкан Эйяфьятла Йокудаль, кронпринц Таиланда Маха Вачиралонгкорн Боддиндра Дебай Аварангкун взошел на престол. Какие же упражнения я делаю после артикуляционной гимнастики? Давайте посмотрим пункт 2. Следующее, что нужно сделать после артикуляционной гимнастики – это упражнения на отработку гласных. Дело в том, что наши гласные звучат по-разному. Некоторые звуки получаются у нас немного сдавленными, или, как их называют в профессиональной лексике, белыми или плоскими. Например, я могу сказать, что меня зовут Анна, этот звук слышится полнозвучным, а могу сказать так – меня зовут Анна, Анна. Слышите? Такое неприятное, немножко квакающее звучание. Так вот, работа над гласными включает в себя проработку единого звучания всех гласных звуков, или так называемого вертикального звука. Третий пункт, который нужен для отработки дикции – это отработка согласных звуков. И в согласных звуках обычно у людей возникают запинки. Поэтому, как только вы сможете отработать согласные звуки, вы услышите, как четко и грамотно у вас получается произносить совершенно любые слова. И четвертый пункт – это работа со скороговорками и текстами, то есть отработка тех навыков, которые вы получили в первых трех пунктах. Итак, вот четыре пункта для того, чтобы сделать дикцию более четкой. Первый – делать артикуляционную гимнастику, второй – отрабатывать гласные, третий – отрабатывать согласные и четвертый – работать с текстом. В следующих роликах я расскажу подробнее о каждом из этих пунктов. Не переключайтесь, у меня будет много интересного. До скорой встречи на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова